всем добрый вечер последний урок года у нас с вами наша программа по средам скажем последняя среда 5782 года еврейского у нас с вами роша шана как говорят пусть закончится год с его проклятиями наступит новый год с облагословением начнется новый год с облагословением потому что в той ситуации которая сейчас в мире это очень важно мы знаем что рошана это день который связан вообще со всем человечеством условно говоря из два типа еврейских праздников праздники которые имеют отношение к еврейской истории может от наши национальные праздники например фессах праздник исхода из египта а есть праздники которые в общем общечеловеческие мы читаем в молитвах рошана что-то день суда когда всевышний выседает на троне и все человечество решается судьба в общем-то всего человечества и мы читаем слова в молитве очень красиво молитвы на тане тока мы читаем слова о том что сегодня будет решаться кто будет жить а кто умрет приводится разные виды смерти как человек может умереть некоторые из этих видов смерти еще недавно казались какими-то воспоминаниями средневековья что они не бывают они не могут быть вот мы с вами 21 веке мы видим что к сожалению бывает жили бывают жуткие вещи и поэтому наверное в этом году в особенность когда мы с вами будем стоять рошана молитве мы божи в общем мне кажется задуматься о том что действительно каждый из нас так или иначе может быть песчинка в огромном океане человечества песчинка в огромном море еврейского народа и тем не менее от каждого зависит не так не так мало как мне кажется мы даже свои молитвы даже своим желанием своим отношениям сделать этот мир лучше можем сделать очень много я забыл выключить телефон у меня прямо во время моей лекции был звонок ну лекция уже началась так что выключать уже будем и вот тут интересный очень момент мы с вами читаем молитва рошана одна из известных очень фраз о том что три книги открываются книга жизни книга смерти книга праведников и книга злодеев а третья книга это книга середняков то есть те которые вроде как ни рыбы ни мяса приговор которых будет отсрочен до йом-ки-пур и поэтому у нас с вами есть 10 дней раскаяния между рошана йом-ки-пур конечно всем нам хочется думать что мы праведники и мы поэтому желаем друг другу чтобы мы были записаны книги жизни пожелание первого еще дня рошана чтобы ты записан был книгу жизни потому что после этого даже уже понятно что тебя уже конечно записали ты ведь праведник тебя конечно же записали может показаться вот эта история с книгами чуть ли не какой-то сказка или какой-то фэнтези но с вами понимаем что действительно вот казалось бы да научно-технический прогресс 21 век но вечные вопросы остались теми же самыми вопросами которые они были во времена пророков вот недавно мы с вами открывали книгу пророков книгу пророков шеем увидели те проблемы которые он ставит в восьмом веке до нашей эры о том что нет искренности нету как говорит всевышний не ищет эти люди меня они заняты своими делами рошана и тот самый день когда мы вспоминаем действительно у нас есть возможность помнить о большой картине нашей жизни и вот здесь интересный момент часто говорят что хороша шана еврейская традиция на день рождение мира так не совсем верно правильно искать это день рождения адама первого человека в каком-то смысле день рождение человечество шесть дней творения как бы выносится за скобки а это день рождения человечества người это очень важный момент то есть получается что и ведь каком-то смысле мы знаем что слово адам слова адам Слово Адам означает не просто имя собственное, это не просто имя первого человека А каждый из нас на иврите человек это Бен Адам, сын Адама Каждый из нас это Бен Адам И более того, Адам также относится ко всему человечеству То есть если мы воспринимаем все человечество как некое такое коллективное Адам Еврейский народ, часть этого Адам И все человечество целиком, это этот Адам Становится понятно, что в общем-то мы с вами Это тема отдельной лекции, поэтому я буквально двумя штришками обрисую эту идею здесь В Роша Шана возвращаемся к той самой точке начала Вообще еврейский календарь это интереснейшая штука Тема отдельной лекции, одна из моих любимых лекций Я вам просто скажу короткую вещь Иллюстрация того, насколько красиво устроен язык иврит Слово Шана, это год Этот корень имеет два во многом противоположных смыслах Лешанот Например, означает изменить Шинуй, это изменение А с другой стороны Сейчас обычно В этом значении редко это используется Но при слове Мишна От того же самого корня Мишна, это повторение Когда мы изучаем многократно текст Торы И выводим какие-то заключения из этого текста Мишна Мишне Тора Повторение Торы, как по-английски второзаконие Пятая книга Торы называется Мишне Тора То есть повторение То есть получается, что в слове Шана две противоположные идеи С одной стороны изменение И с другой стороны повторение Опять же, тема отдельной лекции Поэтому я быстро здесь короткими штрихами Обрисую здесь эту идею О том, что еврейская концепция времени Это соединение двух противоположных моделей Одна модель времени западная Предполагает, что время все время идет вперед Линейная модель времени И поэтому на Западе у нас прогресс И никого, в принципе, не интересуют прошлые поколения Как пишет книга Эквизиаст Нет памяти о прошлых поколениях И поэтому нет такого большого уважения к старинным вещам Нет такого большого уважения к знаниям прошлых поколений Мы все время идем вперед Прогресс С другой стороны у нас есть Восток Это, например, Индия И там есть это знаменитое колесо Сансары Мир представляется вот этим колесом страданий Круг У него нет начала и нет конца По этому кругу можно идти бесконечно Это совершенно другая модель времени Здесь Что было, это то, что будет Эквизиаст об этом тоже говорит Что было, это то, что будет Нет никакого изменения Одна модель времени предлагает постоянно изменения И все время идти вперед Она еще от греков к нам пришла К западному человечеству А другая восточная модель говорит о том, что никаких изменений нет Есть все время повторяющийся вот этот вот паттерн Который кажется, что что-то изменилось На самом деле мы Все возвращается на круги своя Еврейская модель времени очень интересна Она предполагает и то и другое одновременно Это спираль То есть с одной стороны у нас получается, что есть Безусловно, есть прогресс, есть изменения Мир действительно меняется вокруг нас Но при этом, и вот что очень-очень важно Есть определенные паттерны во времени И поэтому каждый еврейский праздник Который называется словом Моэд Моэд это время встречи Это время встречи С какой-то определенной Очень важной идеей Которая рождается именно вот В это время И как бы заново уже немножко На другом витке истории Обрастая немножко другими сюжетами В общем преподносит нам себя Песох это время свободы И поэтому Как написано в рейских книгах Мы ждем Машеха прежде всего в Песох Потому что это же время свободы В Песох это время, когда евреи освободились Это же будет время, когда они освободятся То есть вот это философия еврейского подхода к миру Что же тогда такое Рошашина? Точка начала Получается, что мы не просто с вами Говорим о том, что когда-то, когда-то Много лет назад это была точка начала Нет, все молитвы Рошашина говорят о том, что вот сейчас Происходит это Гайом Арат Олам Сегодня вот эта точка зарождения мира Точка зарождения каждого из нас Мы открываем новую страницу И поэтому, кстати, в Рошашина Действительно у нас нет никакого упоминания о прошлом То есть мы не вспоминаем свои грехи Их как бы еще и нет Мы как бы вот только появились на свет Вот она, эта новая возможность Которая нам дается в Рошашина И поэтому Рошашина очень часто здесь Мы не совсем правильно это понимаем Ведь вроде как Рошашина день суда И опять же, смотрите, какой интересный парадокс Матрецы в Медраше обращают внимание на этот парадокс Они говорят нам День суда Все народы мира, когда они знают о том Условно говоря, что повестка в суд Как сейчас повестка военкоман Повестка в суд Посылают, посыпают голову пеплом Кто будет судить? Царь будет судить Приговор может быть любой Мы знаем, что были времена, когда смертный приговор был вообще нормой Секир башка Все Да? И что в такой ситуации делают люди? Одевают черные травные одежды Не едят, не пьют Посыпают голову пеплом Что делают евреи? У них день суда Повестка в суд Всем нам приходят Роша шана Что они делают? Одевают белые праздничные одежды Едят, пьют и веселятся И еще говорят друг другу Яблоко в мед, а куда это? Чтобы у нас был сладкий год Как же? То есть тут смотрите Это колоссальная дихотомия Колоссальный парадокс Здесь на самом-то деле Очень интересно Я хочу сказать Мы с вами живем в эпоху парадокса Эпоха постмодерна Это эпоха парадокса И мы с вами видим Вот это постмодернистское парадоксальное понимание В каждом еврейском практике По-разному это проявляется Но вот это парадокс Роша шана Интереснейший парадокс Мудрецы обратили на него внимание Что они нам хотят на самом деле сказать? Хотят сказать нам очень глубокую вещь Это очень глубокая вещь На самом деле написана еще в псалмах Гилубараада Что буквально можно перевести так Веселитесь в трепете Веселитесь в трепете Когда человек трепещет У него одно состояние Казалось бы души, да? А веселье совсем другое Вот как настроить свою душу На эти два, казалось бы, совсем разных состояний Смотрите, как интересно, да? Веселитесь Какая здесь глубина Какая здесь тонкость Правда? Веселитесь в трепете Вот эти два, казалось бы, противоположных состояния Они оба присутствуют Медраж дает ответ Почему это происходит И как это возможно? Медраж говорит Опять же парадокс В ответе тоже содержится парадокс Почему Мы не посыпаем голову пеплом Мы же знаем, что суд Он вполне реальный Это не шутка Действительно решается судьба мира Судьба каждого из нас В этом году Особенно это все наглядно и рельефно видно Мы с вами живем в эпоху Очень высокой турбулентности Эпоха высокой турбулентности Это когда одно неверное движение Как мы с вами прекрасно понимаем Что могут быть любые последствия Поэтому я думаю, что молитва этого дня Росшишана В этом году для нас будет Важны, может быть, еще больше Чем даже в предыдущие годы Ответ, который дает Медраж Это парадоксальный опять же ответ Бетухим шеяселла гемнес Евреи так себя ведут Говорит Медраж Потому что они уверены Что Всевышний им сделает чудо Но ведь чудо это по определению Что-то, в чем нельзя быть уверенным То есть тут как бы смотрите Какая интересная вещь С одной стороны Если нас пропустить через, так сказать, рентген Если мерой суда Действительно посмотреть на наше поведение Ну, мягко говоря Эти красивые белые одежды Окажутся в большом количестве пятен Выяснится, что они не такие белые Не такие пушистые Да? И каждый из нас Поэтому мера суда Вот если так на это посмотреть Ничего хорошего Но Евреи уверены Вот наглость Это еврейская хуцпа Да, наша Которая нас всегда спасает Уверены Что Всевышний сделает чудо То есть мера милосердия Это та самая Ложка меда Которая, да, у нас всегда есть яблочко Которое мы едим И желаем друг другу сладкого года Мера милосердия Обязательно будет присутствовать Потому что Как говорят нам наши учителя Кто же нас сует По большому счету Кто судья? Папа Наш папа Который нас очень любит Наш любящий отец Он наш судья А если еще глубже посмотреть На самом-то деле Мы сами себя судим И мы сами выносимся в приговор Это очень интересно Есть довольно глубокие Каббалистические тексты Я не знаток У нас есть люди, которые знают Здесь в аудитории Намного больше, чем я об этом Но есть довольно серьезные Каббалистические тексты Где написано Что там происходит После нашей После того, как мы отбываем Наш земной путь И одно из объяснений Я сейчас очень грубенько Это приведу В такой форме, что Это станет более-менее понятным Условно говоря Сидишь ты в кинотеатре Показывают тебе всю Весь фильм Твоей собственной жизни И видишь ты Что тебе казалось Что был ты такой Весь себе замечательный А тут ты Смотришь Как наблюдатель со стороны И видишь все вот эти Черные пятна Которых ты не замечал Вот они все здесь Как на ладони И дальше Как говорят В очень умных книгах Появляется Глубочайшее чувство стыда И появляется у души Колоссальное желание Исправить И отсюда Те, кто верит в инкарнацию Говорят, что дальше Душа сама говорит Я хочу исправить Вот мне для того, чтобы исправить Мне нужно вот это Вот это Вот это Я хочу быть Я понимаю, что вот эти вещи Я не исправил А я понимаю, что вот эти вещи Я действительно Я не знаток всех этих вещей Я это привел просто В качестве небольшой иллюстрации К разговору о том Что чудо В жизни каждого из нас Происходит как минимум Раз в год, друзья И это Роша Шана Что жизнь Каждого из нас Это во многом чудо И мудрецы говорят нам это В общем каждый день Когда мы открываем глаза И говорим утром Всевышний Душа, которую ты дал мне чиста Ты ее в меня вложил Ты ее в итоге В какой-то момент у меня заберешь И по большому счету Я мог не проснуться Заснуть Это называется Смерть праведника Метатность шика Смерть поцелуя Когда человек просто умирает Совершенно Не испытывая никаких страданий Засыпает и не просыпается Но Ну я не хочу сейчас вдаваться в детали Я опять же грубенько это Обрисовал Но Я это к тому, что просыпаюсь утром Мы понимаем, что у нас Есть еще один день У нас есть еще один шанс У нас есть еще возможность Продолжать здесь И по сути это чудо Мы это так не воспринимаем Потому что это чудо Которое Случается в нашей жизни На протяжении ее Достаточно долго Но И мы должны не забывать Один важный момент Никто из нас не знает Когда наступит этот последний день С возрастом человек начинает С возрастом мы начинаем Это все больше и больше осознавать Вот я сейчас Начинаю приходить в категории У меня это поздно происходит В моей жизни Когда я постепенно Начинаю осознавать Очень постепенно Некоторые более умные люди Начинают осознавать намного раньше Но действительно с годами Начинаешь понимать И поэтому может быть Это одно из объяснений Психологических Что детям обычно кажется Что время очень медленное А когда начинаешь становиться Взрослее А потом уже и мудрее и старее Время начинает бежать И потом оно уже бежит И кажется что уже не остановишь Бежит Но годы бегут Помните как там Эта песня И Вот здесь мне кажется Очень на самом-то деле Наши мудрецы дают нам Очень такой Урок Жизненный Очень важный урок Ценить Ценить то что у нас есть И иногда этот урок звучит Казалось бы Немножко даже Ну вау Сделать шву сегодня Они вам говорят Тора говорит сегодня А когда это сегодня Спрашивают мудрецы А сегодня это каждый день Сегодня Потому что ты никогда не знаешь Будет ли завтра Такой оптимистичный подход Да может это последний день Твоей жизни Поэтому лучше Расскажься Лучше так сказать Исправь Лучше сделать все Что ты можешь делать сегодня Кто сказал что будет завтра Да На самом деле Это очень оптимистичный подход В том смысле Что он предполагает Что каждый день Это сегодня Каждый день Наполнен Вот этой энергией Сегодня Как единственный день А Росшана Собственно Там все об этом Ведь очень часто Как бывает В нашей жизни У нас Просто нет времени Как мы знаем Есть вещи важные И срочные Чаще всего Мы откладываем Важные дела Для того Чтобы заняться срочным И на важные дела Не остается времени Росшана Построена таким образом Что мы проводим Очень много времени Я думаю В идеале То что хотели Этими молитвами От нас мудрецы Чтобы мы действительно Потратили какое-то время На то Чтобы собственно Сделать то Что называется Словом Тфила Тфила на иврите Это молитва Но мы знаем Что у слова молитва Есть очень много разных Талмуд говорит Как минимум Десять разных слов Для обозначения молитвы Вот слово Тфила На самом деле Это будет Наверное Лучше всего перевести Саморефлексия Потому что Это слово Во многом возвратное Лейтпалел Это возвратный глагол Это возвратное действие Действие направленное На самих себя То есть Это некое Конечно Мы в диалоге с Богом Но по сути Мы в диалоге С самими собой Мы начинаем Как в том самом кинотеатре Пытаться посмотреть Немножко более честно Немножко более объективно На самих себя Немножко выйти из этой картинки И стать немножко Этим наблюдателем Который может посмотреть Немножко честнее И немножко больше Увидеть Картину жизни Которую мы проживаем Во-первых У нас Каждый день Просто нет на это времени Столько срочных дел Поэтому Роша Шона Мы эти дела откладываем И как мы знаем Точка начала Это точка потенциала Это точка возможности Там все В этой точке Абсолютно все Там нет никаких ограничений Там все возможно И поэтому Мудрецы нам так и говорят Что Роша Шона Это по сути День колоссального благословения Казалось бы День суда Трепет День колоссального благословения Который состоит в том Что Как говорят мудрецы в Талмуде Сказал царь Давид Ашем Ори Всевышний Ты Мой свет И мое спасение И мудрецы разделили на две части Мое спасение Это Йомки Пур Но здесь все более-менее понятно Йомки Пур Это день Когда нету суда Когда сатан безмолвствует Когда Так или иначе Мы все погружаемся В эту миг В имя Которую Всевышний Мы очищаемся Мы вспоминаем о наших недостатках Всевышний нас спасает Там все более-менее понятно А что означает Всевышний мой свет Это Роша Шана Что это означает на самом деле Очень интересно Это очень интересно И вот это как раз о том О чем я сегодня хотел поговорить Выбери жизнь Как нам говорит Тора Тора говорит об этом Несколькими главами До нашей недельной главы Бахарта Бахаим Выбор который стоит перед нами Это выбор жизни и смерти Так драматично Это говорит нам об этом Тора И повторяет уже в этой недельной главе Что То есть выбор между жизнью и смертью И очень часто нам это кажется Ну просто аллегорией Ну мы же не выбираем Каждую минуту между жизнью и смертью Ну конечно нет Но был такой очень интересный учитель Рабнох Вайнбер Который основал Ишива Тора И Рабнох говорит очень интересную вещь Он говорит Окей это звучит очень драматично Тебе кажется ты не выбираешь Между жизнью и смертью Но вот здесь нужно кое-что понять Что такое Выбрать жизнь И что такое выбрать смерть Иногда это бывает в очень маленьких вещах Он задает обычный такой вопрос людям What is the opposite of comfort? Что противоположно состоянию комфорта? И вот я сейчас задам вам этот вопрос What is the opposite of comfort? Что противоположно комфорту? Ну это красивый ответ Как бы дискомфорт Это просто то же самое слово Просто с приставкой наоборот А если мы попытаемся это описать Каким-то другим словом? Страх Страх Обычно люди говорят на самом деле Боль Пейн Говорит Рабнох Вайнберг Но Пейн не знатый Опозитов комфорт Пейн не знатый Опозитов комфорт Пейн не знатый Боль Это та цена Которую ты платишь За то чтобы получить что-то А что же ты хочешь получить? Ну получить Как мы знаем Каждый из нас хочет удовольствия В той или иной форме Удовольствия бывают разными Как пишет автор книги Меселат и Шарин Рабой Шихаэм Луцато Великий наш еврей из Италии Каббалист знаменитый Эпохи Ренессанса Эпохи Уже даже Позднего Ренессанса Он говорит нам о том Что человек приходит в этот мир Действительно Чтобы получать удовольствие Парадоксальным образом С этим согласны даже каббалисты Но Какое удовольствие? Лейтанег эляшем Удовольствие со Всевышним Или во Всевышнем То есть удовольствия эти Так или иначе Могут быть Предполагается Что они будут духовного характера Без всяких ограничений Это то что нам Кем предполагается? Очевидно творцом Когда он нас сотворил Очевидно По крайней мере так это Так это учат нас Такие замечательные книги Как Книга Рамхаля Деррэхашем Маселатайшарин Человек приходит в этот мир И в принципе ему дано Всевышний хочет Чтобы он получал удовольствие Это часто звучит парадоксально Кажется что А как же так Религиозный человек Он должен там Вот у него есть обязанности Это все верно Безусловно есть Но при всем при том Есть знаменитый отрывок Который цитирует Алтера Слободки Часто из Иерусалимского Талмуда Где человеку Когда он Пройдет свой земной путь Зададут вопрос А получил ли ты Все удовольствия От этого мира Парадоксальным образом По этому поводу Очень красиво говорил Рапшир Шраф Ольгирш Он жил в 19 веке В Германии Он очень любил ездить в Альпах Отдыхать в Альпах Жил он в Германии Часто отдыхал в Альпах Его спрашивали Сейчас поехал в Альпы Это наверное сейчас У тебя свободный Альпы Говорит Нет Я исполняю очень важную заповедь Это очень важная заповедь Какая заповедь Что за заповедь Он говорит Ну как Я поднимусь так сказать Наверх Пройду свой земной путь И все еще меня спросят Шим Широфоль А видел ли ты мои Альпы Я смогу ему ответить Да Я видел Альпы Я получил удовольствие От этих Магадлук Насколько велики твои деяния Всевышний Этот мир это прекрасное Замечательное место Та картина Которую нам по крайней мере Рисуют мудрецы В принципе Несмотря на большое количество страданий Несмотря на большое количество боли И мы все знаем Что боли и страдания Это часть этого мира Но очень часто Как говорят в Америке No pain no gain Боли и страдания Это та цена Которую мы платим За то чтобы получить удовольствие С удовольствия бывают Разного порядка Уровного Там целая лекция на эту тему Я не буду сейчас Я так сказать Fast forward Что называется Очень быстро это прохожу Здесь другая интересная Противоположная сторона Монеты Которая называется словом Comfort Comfort И тогда он задает вопрос What is the ultimate comfort Какое же есть Самое комфортное состояние А комфорт это Мы знаем что Все в природе стремится к покою И какой у нас Самый что ли на есть Полный покой Это смерть Смерть это полный покой Полный комфорт Полный И вот здесь мы видим На самом-то деле Вот в чем дилемма Дилемма состоит в том Что я выбираю Либо ничего не делать Условно говоря И сидеть там Где я нахожусь И это выбор смерть Либо я все-таки Выбираю Принять этот челлендж Принять этот челлендж Который в данный момент В той или иной форме Мне предлагает жизнь Это может быть Эмоциональный Духовный Физический Он может связаться С моими взаимоотношениями С окружающими С своими внутренними Какими-то дилеммами И проблемами И Роша Шана По сути это напоминание Нам о том Что мы в этом мире Не вечно В этом мире Ничто не вечно Мы точно в этом мире Не вечно Время наше Весьма и весьма ограничено Мы не знаем Сколько нам осталось Каждый день ценен Выбери жизнь Нам предлагают Выбрать жизнь И Начинается все с того Конечно Что мы должны Наверное оценить Что это за подарок И поэтому История рождения человека Разбирается В Торе подробно Человек сотворен По образу и подобию Творца То есть потенциал Который в нас заложен Он огромен Я думаю до сих пор Исправя на все развитие Науки Цивилизации Культуры Мы не реализовали Даже Десятые доли Процента Того потенциала Который у нас есть И Мы знаем Что в каких-то Критических ситуациях Люди делают Какие-то невероятные вещи Прыгают На несколько метров Какие-то вещи Которые в обычной жизни Совершенно невозможны Это небольшое подтверждение Того что действительно Мы свой потенциал В обычной жизни Вообще почти Не реализуют Так вот Роша Шана Это день Открытия света В нас самих Открытия света Присутствия Всевышнего В нас самих Открытия Благословения В каждом из нас Которое нам Дает возможность На самом-то деле Открыв эту новую страницу Сделать что-то Чего мы не делали до сих пор Прежде чем Мы начнем Бить себя в грудь Йом-Кипур И вспоминать О тех недостатках Которые у нас были Любой психолог Сегодня скажет вам Что прежде чем Заниматься Так сказать Лечением болезни Сначала нужно Принять витамины Сначала нужно Поверить в себя Сначала нужно Увидеть Ту часть Каждого из нас Которая Сонастроена Творцу Которая дает нам Инструменты Дает нам возможности Действительно Что-то в этой жизни Сделать большое И замечательное И поэтому Роша Шана Наверное В каком-то смысле Это возможность Каждого из нас Когда мы читаем Эти молитвы Во-первых Подумать о том Что есть помимо микро Есть еще и макро Макро это Еврейский народ Это весь мир Казалось бы да Но что там Один человек может сделать Мы никогда не знаем Что мы можем сделать Каббалисты часто говорят О том Что человек мог прийти В этот мир Для того чтобы сделать что-то Казалось бы Может быть небольшое Но в общей картине мира Очень важное и значительное Мы никогда не узнаем О том что это такое Но у нас есть Некоторые инструменты Которые нам могут Немножко помочь В нас заложили Определенные таланты Это же не просто так В нас заложили Определенные пристрасти Это все не просто так У нас есть Определенные вещи Которые нам действительно Важны Которые мы ценим У каждого свои Немножко посмотреть У нас не маленькие Время в котором мы живем Как мы видим Непростое Нам выпала Великая честь Жить в переменном времен Я очень люблю Цитировать эту фразу Борис Борисович Гребенчакова Которая была сказана Пару десятков лет назад И как в воду глядел Что называется Это говорит о том Что каждая вещь Которую мы делаем сейчас Она может оказаться Очень немаловажной Как говорил покойный Михаил Сергеевич Судьбоносный Буквально в смысле этого слова А с еврейской точки зрения Об этом опять же говорят Еврейские мистики Каждое движение нашей души Каждый поступок Который мы совершаем Особенно если мы делаем это искренне Может иметь колоссальный эффект Колоссальную силу Мне хочется всем нам пожелать Друзья Чтобы у нас был осмысленный Радостный Праздник Роша Шана Который нам поможет Увидеть в себе Больше света А если мы в себе Этот свет раскрываем Мы этим светом Начинаем делиться с окружающими И этот мир станет Немножко светлее и лучше А сейчас это очень важно Всем нам очень важно Так что всем лыхаем Друзья И замечательного и сладкого Всем года